МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире муниципального телеканала праздничный новогодний выпуск. В студии работает Денис Севков. И сейчас коротко о главном. Строим, ремонтируем, открываем. Как североказахстанцы закончили год 2019-й. В последний день года Акимобласти подвел итоги. Вместо праздничного застолья дежурство на рабочем месте. Кто отмечает Новый год не в кругу родных и друзей, а охраняя наш покой и спасая человеческие жизни? Верите в магию чисел. Прогнозы на 2020 год делают нумерологи. Чего ждать от Високосного года металлической крысы, на что надеяться и к чему готовиться? Время подводить итоги, личные и государственные. Касается это и нашей области. Есть рост по основным отраслям экономики. В этом году мы открывали новые фабрики и заводы, молочные фермы. Провели масштабный ремонт в школах, строили дома. В этом году североказахстанцы получили 2240 квартир. Подробнее о самых значимых для региона событиях и планах на следующий год в материале Айгири Мукашевой. Собран неплохой урожай зерновых, обеспечено увеличение промышленного производства, открытие новых производств предприятий, создание более 12 тысяч новых постоянных рабочих мест. И это только малая часть достижений нашей области. Время подводить итоги. Ядро экономики, сельское хозяйство, воловой объем продукции за 4 года увеличился в полтора раза и достиг 630 миллиардов тенге. Северный Казахстан – лидер по привлечению инвестиций в эту отрасль. Мы аграрная область, которая давно стремится стать еще и индустриальной. В планах на следующий год совершить промышленную революцию. Уже начали реализовывать 34 инвестпроекта на 226 миллиардов тенге. Заводы по изготовлению ламинированной фанеры, трансформаторов, деревообработка, выпуск термовагонов. И это далеко не все планы. Строительство оптового распределительного центра практически завершено. В первом полугодии мы его запустим. Продолжится работа по увеличению загрузки производственных мощностей наших двух заводов – ЗИК-100 и ПЗТН. Сейчас есть договоренность у нас с Министерством обороны и с КТЖ. Как минимум год-полтора мы видим загрузку этих двух наших заводов. Но строить амбициозные планы можно только с финансовым подкреплением. И оно у нас внушительное. Бюджет региона на следующий год – 262 миллиарда тенге. Это на 58% больше, чем в 2018-м. Хороший кусок этого пирога получат и мерязевцы – почти 5,5 миллиардов тенге. А в общем половину бюджета области направят на социальную сферу. То есть образование, здравоохранение, спорт и культуру. Почти 260 миллионов потратят на установку камер видеонаблюдения. В следующем году ими будут обеспечены все школы области. Капитальный ремонт проведут не только в объектах образования, но и культуры. В частности, в театре имени Николая Погодина. Кроме этого, 2,5 миллиарда направят на закуп медицинского оборудования. А в июле начнут строительство ультрасовременной лечебницы. Большие работы проведут и в развитии инфраструктуры. Финансирование ремонта дорог увеличивается на 25%. Вот в 2018 году, видите, 633 миллиарда. В 2019 – 30, в 2020 году – 37. На будущий год порядка 700 километров мы отремонтируем. На водоснабжение будет также направлено в два раза средств больше – 7,9 миллиарда. В 59 населенных пунктах мы улучшим водоснабжение. 3,6 тысячи человек будут иметь возможность подключения к питьевой воде. Ввести 400 тысяч квадратных метров жилья – план вполне достижим, говорит Кумар Аксакалов. Для этого снесут свыше 460 частных домов. Появится около 2800 квартир. Это на 40% больше, чем в 2018 году. В течение двух лет мы обеспечим всем многодетные семьи квартирами. А в селах за это время построят 1714 домов. Хочу пожелать всем в предстоящем году здоровья, успехов семьям, близким. И, конечно же, мы, как большая семья северо-пилостанская, должны сделать все для того, чтобы жители нашей области ощутили разницу между 2019 и 2020 годом. Агири Мукашева, Рустам Тлеужанов, Михаил Казначеев. Новости МТРК. Подвел итоги и градоначальник Баблад Жумабеков. Он провел отчетную встречу перед журналистами и общественностью. Рассказал о проделанной работе. Поделился планами также и на следующий год. Озвучил и бюджет на 2020. Подробности в материале Абая Альжанова. Залог экономического успеха – хорошие показатели в промышленности. Подводить итоги Аким Петропавловска начал именно с этой темы. За 11 месяцев предприятия областного центра произвели продукции на 140 миллиардов тенге. В 2020-м ожидает получить 160. Основным инструментом развития промышленности является карта поддержки предпринимательства. В рамках реализации второй пятилетки в карту включено 18 проектов на сумму более 9,6 миллиардов тенге с созданием почти 810 новых рабочих мест. Из них реализовано 16 проектов на сумму 7,5 миллиардов тенге. Создано почти 490 рабочих мест. Росли и инвестиции. За 11 месяцев они дошли почти до 55 миллиардов тенге. Особое внимание уделяли объектам здравоохранения, укреплению их материально-технической базы, строительству жилья. С начала 2019-го в городе сдали в эксплуатацию 5 многоквартирных и 12 одноквартирных домов. В следующем планируют возвести почти в три раза больше. Рассчитывать на собственные квадратные метры в 2020-м смогут 1259 семей. Строительство жилой недвижимости из бюджета выделят свыше 12 миллиардов тенге. Основное строительство ведется в микрорайонах Жасуркен, Береке, по улице Жуково. В текущем году сдано в эксплуатацию за 11 месяцев 80 тысяч квадратных метров, 79,9-80 тысяч. Мы ожидаем до конца года, сейчас последние цифры доводим, где-то около 145-146 тысяч квадратных метров. Но здесь надо отметить, что не только госбюджет, здесь и коммерческое жилье, здесь и индивидуальная жилищная строительство. Сами не строят и другим не дают. В этом году местные власти изъяли 15 участков, которые использовались не по назначению. Еще семь вернули сами владельцы. Бесхозным землям найдут применение, говорит Булат Жумабеков. Продолжится и благоустройство города. Важный пункт в графе – снос ветхих и старых домов. В 2018 году в городе было снесено 642 дома, индивидуально жилищных частных домов. Что это дает? На самом деле мы предполагаем, что в дальнейшем будем развивать и предполагаем снос. В ближайший год-два почти количество домов – это около 400, на площади более 53 гектаров. 467 дома, вернее, будет снесено. Планируя дальнейшее развитие областного центра, Булат Жумабеков не мог не сказать о бюджете Петропавловска на 2020. Если в уходящем году эта сумма составляла почти 38 миллиардов, то в следующем будет на 6 миллиардов больше. За 5 лет она выросла почти вдвое. Абай Альжанов, Жудузбек Ермуканов, Новости МТРК. Продолжаем выпуск. Просмотр иронии судьбы и послания президента в полночь, гуляния до утра – это первые ассоциации, связанные с Новым годом. Пожалуй, так праздник встретят многие казахстанцы, но не все. Первые минуты 2020-го экстренные службы отметят на рабочем посту. Это минработники, полицейские, спасатели, военные. С каким настроением они собираются на дежурство, узнавал Абай Альжанов. Новогоднее настроение – запуск фейерверка в застолье веселой компании. Именно так принято встречать Новый год. Однако не всем удастся встретить его вместе с семьей и друзьями. Для спасателей, медиков и полицейских это событие не больше, чем простая смена дат в календаре. И проведут они его на рабочем месте. В новогодние каникулы врачам точно не до веселья. Работать в праздничные дни приходится вдвойне. Хлопоты врачам добавляют пациенты, которые во время гуляний, находясь под воздействием алкоголя, получают травмы. Владимир Жужгов новогоднюю ночь заступает на дежурство уже во второй раз. Новый 2020-й, как впрочем и прошлый, встретит вместе с коллегами. Врач признается – времени на пиршество точно не будет. Ведь в праздничные дни трудно отлечься и на минуту. Не говоря уже о бокале шампанского в полночь под бой курантов. Спокойно отрабатываем рабочую смену. Если выдаётся свободное время, можем немного посидеть за общим столом. Разумеется, без напитков коричительных, без увеселительной программы. Но после окончания смены у нас будет достаточно времени, чтобы провести спокойные выходные уже с родными, близкими. Не дремлют в праздничные дни и стражи порядка. Следят за тишиной и спокойствием североказахстанцев. Особенно на дорогах. Нередко в новогоднюю ночь водители садятся за руль в нетрезвом состоянии. Бейбыт Киреев. На рабочий график не жалуется, несмотря на то, что дома его будет ждать семья. Работу он читает служебным долгом. А Новый год можно отпраздновать чуточку позже. Все выходят на дежурство, все дежурные части, ОДН, участковые. Все выходят в усиленном варианте, все работают в эти дни. В прошлом году было пять пьяных за рулем, было оформлено водители в нетрезвом состоянии. Каждый год приезжает руководство, поздравляет. Так, чай пьем с тортиком. Новогодние праздники во всеоружии будут и спасатели. Запуск фейерверков, курение в алкогольном опьянении могут стать причинами пожаров. Поэтому звонки на горячую линию поступают в праздничные дни чаще. Лишь только сгучаются сумерки, люди начинают взрывать петарды и фейерверки. А вместе с тем поступают звонки о помощи. Это было и во время нашей съемки. Боржан Тельманов работает пожарным второй год. Это будет его первое праздничное дежурство. Мы всегда должны быть на страже, как сказать, должны всегда быть готовыми ко всему. Это моя работа, я обязан это делать. Я даже рад, что со своими коллегами буду сидеть в этот день. Я когда сюда шел, устраивался на работу, я как бы знал, куда я иду и что надо, каким быть, например, выносливым, сильным. Кроме врачей, полицейских и спасателей, новогоднюю ночь проведут на рабочем месте таксисты, повара и официанты. Но для них это будет горячая пора праздничных заработков. Карьера, бизнес, здоровье, семья, путешествия. Свой прогноз на 2020-й зрителям телеканала МТРК дала нумеролог Улпан Баукенова. Если верить ее словам, то следующие 12 месяцев абсолютно для всех будут насыщенными и богатыми на разные события. Как правильно на них реагировать, чего следует опасаться и избегать, расскажем прямо сейчас. Блокнот, ручка и правильный настрой. Составлять прогноз на 2020-й в спешке и суете нельзя, рассказывает нумеролог Улпан Баукенова. Особенно овнам, козерогам и девам. Торопить события в год серебряной крысы этим знаком не стоит. Все, к чему они стремятся, как в материальном, так и духовном плане, придет в 2020-м постепенно. Овны, если будут делать все размеренно, то обретут гармонию, как в работе, так и в семье. А вот тельцам и близнецам, наоборот, нельзя медлить. Особенно в те моменты, когда удача будет на их стороне. В 2020-й идеально подойдет тельцам для создания семьи, покупки или продажи недвижимости, путешествий. Близнецы найдут свою вторую половину и решат жилищный вопрос, который стоял не один год. А еще с легкостью смогут забыть о вредных привычках, с которыми давно мечтали расстаться. Новый год подарит ракам и львам много новых интересных знакомств, а еще долгожданное повышение по карьерной лестнице. Не забывайте проводить время с близкими. Из-за вашей загруженности и бесконечных встреч им часто вас не хватает. Дев в новом году ждет головокружительный успех. По данным нумеролога, такой белой полосы, как в 2020-м, в их жизни не было уже больше 10 лет. Главное – подмечать возможности, которые приготовила судьба. Не забыла она и о весах. В новом году их тоже ждет немало приятных сюрпризов. Впрочем, как и скорпионов. Если вы давно мечтали приобрести автомобиль, то 2020-й идеально подойдет для его покупки. Успешным он станет для стрельцов-бизнесменов. Ваше дело в следующие 12 месяцев выйдет на новый уровень. Осторожные во всем козероги могут наконец-то решиться попробовать себя в роли предпринимателей. Риск прогореть будет минимальным, зато разбогатеть – высоким. О страхах в будущем году нужно забыть водолеям, которые привыкли все контролировать. Рыбы в 2020-м должны вести себя наоборот. Этому знаку следует внимательно относиться к своему здоровью. А еще не забывать о саморазвитии, которое рыбу постоянно откладывали на завтра. Дарья Пашмонцева, Эльмира Садвакасова, Казбек Рыгбаев, Михаил Казначеев. Новости МТРК. Продолжаем выпуск. Праздник, который все любят и ждут. Зеленая красавица наряжена, подарки куплены, утренники в садах и школах прошли. И только хозяйки думают, какими же кулинарными изысками порадовать семью и гостей. О том, что должно быть на столе в год белой металлической крысы, расскажет моя коллега Алена Хан. Перед Новым годом каждая хозяйка задается этим вопросом. Что же будет главным блюдом праздничного стола? Запеченные гусь, отбивные из свинины или куриные рулетики с сыром и грибами? Вам, наши дорогие зрители, муки выбора не страшны. Сегодня вместе с шеф-поваром Маргаритой Светличной мы расскажем вам рецепт горячего блюда. В 2020 году мясо птицы должно быть на каждом столе. И поэтому мы для вас подготовили рецепт магры из утиной грудки, вишневом соусе и апельсинами. Это блюдо готовится очень быстро. И вы его можете приготовить прямо перед приходом гостей. Ингредиентов немного. Утиная грудка, вишня, апельсин, немного вина, крахмал и специи. В нашем случае соль, сахар и смесь перцев. Первым делом нужно замариновать мясо. И пока у нас есть 10 минут, приготовим соус. Для этого нужно выпарить десертное вино примерно до половины объема. А вот вишню нужно варить до состояния варенья. Затем добавить пол столовой ложки крахмала и влить вино. Приправить соус щепоткой жгучего перца и соли, чтобы вкус раскрылся. Соус готов. Убираем его в сторону. И приступаем к жарке нашей грудки. Маргарита для этого использует гриль сковороду. Но можно и просто антипригарную, либо запечь в духовке. Чтобы мясо лучше прожарилось, его нужно поливать вытопившимся жиром и не забывать почаще переворачивать. Последнюю очередь можно заняться апельсином. Его нужно почистить, порезать на кружочки, посыпать сахаром и слегка обжарить. На все у нас ушло около 30 минут. Перед подачей грудку нужно порезать, положить апельсин и добавить немного соуса. Вот так за минимум времени с небольшим запасом продуктов вы сможете удивить даже самых привередливых гурманов. В таком виде можно подать блюдо на праздничный стол. Приятного аппетита! При подготовке праздничного меню ориентируйтесь на вкусы семьи, гостей и, конечно же, символа 2020 года. Крыса любит бобовый сыр и нежирное мясо. Но не любит пафоса. Поэтому хозяйки могут не изощряться в приготовлении экзотических блюд. Подойдут самые простые. Главное, чтобы их было много. И самое важное, символ года предпочитает здоровую и свежую еду. Алена Ханк, Азбек Арыкбаев, Новости МТРК. Новый год – один из самых любимых и долгожданных праздников. Школьники уходят на зимние каникулы. Они у них продлятся до 9 января. Взрослые отдохнут гораздо меньше – 4 дня. Каждый сможет провести это время с семьей и друзьями. Одни отмечают праздник в кругу семьи, другие предпочитают шумную компанию. Агири Муканова узнавала, как будут проводить новогодние каникулы североказахстанцы. Праздничных каникул ждут, пожалуй, все. Это то время, когда взрослые после напряженных рабочих будней могут полноценно отдохнуть. Интересно и весело провести время со своими детьми, родными и друзьями. Кто-то отправляется на природу, подышать свежим воздухом и покататься от души на горках. Другие, как, например, Осель Актаева, предпочитают активному отдыху, тихую, уютную домашнюю обстановку. Ирония судьбы или с легким паром, один дома, елки – самые популярные фильмы в праздничные дни. Я очень люблю смотреть новогодние фильмы. Они создают какую-то новогоднюю атмосферу. Мы любим ходить с друзьями в кинотеатр. Вот недавно ходила на Рождество на двоих. Очень хороший фильм. Счастливое время наступило и для детворых. У них начались зимние каникулы. Чтобы покататься на горках, им не нужно выезжать за город. Весело и забавно они проводят время в ледовых городках, на главных и центральных площадях Петропавловска. Сейчас каникулы. И дети целый день проводят на горках. Степан Забавин приходит сюда с друзьями. Зимние забавы для него куда интереснее, чем впустую проводить время дома, играя в компьютерные игры. Я очень часто хожу со своими друзьями, заниматься спортом и так далее. Я хожу на турники и часто хожу на горки, чтобы проводить свободное время. Лучше это весело. Всегда может произойти что-то новое. И тут можно постараться со своими людьми. Для семейного отдыха идеально подходит поселок Барки. Здесь можно и на лыжах покататься, и на тюбингах, и на аргамаках. Привезти с собой или взять на прокат. Живописное место в черте города. Чистый воздух и безопасные трассы. Сюда едут и дети, и взрослые. Занимаюсь лыжами уже не первый год. Состою в сборной области. Выезжаю часто на соревнования. Занимаюсь даже и в праздничные дни, и в выходные. В каждое свое свободное время провожу на лыжной трассе. А для любителей коньков все праздничные дни. Во Дворце спорта будут проходить массовые катания. В первые дни Нового года здесь ожидают большой наплыв посетителей. Сеанс длится час. Для детей он стоит 300 тенге. Для взрослых – 500. Прокат коньков обойдется в ту же сумму. Я вообще футболист, но я люблю кататься на коньках. И буду приходить сюда на новогодние каникулы. Я буду тренироваться больше, конечно, чтобы стать олимпийской чемпионкой. Ну, учебой тоже я буду заниматься, чтобы не бросать, не получать двойки. Погода в праздничные дни порадует североказахстанцев. По прогнозам, синоптиков морозов в эти дни не ожидается. Лишь в новогоднюю ночь столбик термометра опустится ниже 20 градусов. При этом будет сильный ветер и низовая метель. Но уже в первый день нового года потеплеет. 1 января по области ожидается снег. 2 января ночью на большей части области снег. Днем местами снег. Местами гололед, метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный. 9-14, местами 15-20. Порывы 23-28 метров в секунду. Температура ночью 7-12, местами 15 мороза. 2 января 0-5, местами 8 мороза. Днем 0-5, местами 8 мороза. Тем, кто хочет провести свой досуг в тепле, может сходить в кинотеатр. Там идут Рождество на двоих, полицейские с Рублевки, Холодное сердце, Иван Царевич и Серый волк. А самых маленьких зрителей ждут в Театре кукол. Там подготовили спектакли, новогодние представления и волшебный светлячок. Айгири Муканова, Казбек Аркбаев. Новости МТРК. И на этом все. Смотрите МТРК. Будьте всегда в курсе событий. С Новым годом вас! Счастья в 2020-м! Редактор субтитров А.Семкин